Праздники закончились, а столы прежние. Здесь и сладости, и мясное, и фрукты. Так, в лучшую сторону с третьей четверти поменялся ассортимент блюд в одной из челнинских школ. Нам сейчас начали давать фруктовый салат и блинчики. Раньше нам еще не давали. Все очень нравится, все кушаем. Ну, вкусно очень. Чуть-чуть подорожания есть сегодня. Примерно это одноразовое питание это 5 рублей, двузовое питание это 10 рублей. Меньше стало работы для наших поворотов. Ведь фрукты и овощи приходят уже чищенными. И этим занимается новый поставщик, который и расширил ассортимент, в итоге все и подорожало. И это минимум в семи школах челнов. Хотя в Алиметьевске или Казани они прежние. За одного ребенка два раза в день питание получается где-то около 500 рублей. Подорожание, ну, даже если будет, то согласимся. Двухразовое питание 36 рублей 60 копеек. Стоимость питания сохранится до конца учебного года, до конца мая. С 1 января у нас, по-моему, не изменилась цена. Если не ошибаюсь, 68 рублей. Около того. Ну, я могу ошибаться. Как сообщили в мэрии Казани, цены остались прошлогодние, но это не значит, что в будущем их не повысят. Увеличился НТС, подорожали продукты. Это может сказаться и на цене школьного обеда. Но что делать, если цены окажутся подъемными не для всех? Если раньше выходом для ребенка было принести еду с собой, например, в тех же самых ланчбоксах и пообедать домашней едой, то теперь и это могут частично запретить. Роспотребнадзор разработал новые правила для школьного питания. И в пункте «Перечень продуктов, недопущенных для питания детей, оказалась домашняя еда». Но в ведомстве уточнили. Это означает запрет на приготовление блюд из домашних продуктов. Есть еду из дома в столовой якобы никто не запретит. Рамиль Шайдулина, Игорь Романов, Илью Захамедудин, Алисан Ханова, Айдар Султанов, ТНВ, Альметьевск, Набережная Челны, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова